И так, ну что ж, ариарума и маленькие любители покушни, мы продолжаем играть только в увлекательной игру, как Сити Скайлайн. С момента прошлой части прошло очень большое количество времени, это можно следить как минимум по 2075 году. И соответственно, произошли гигантские изменения в нашем городе. Все эти произведения, в принципе, мною когда-то были записаны, но, к большому сожалению, эта запись была успешна, мною похерена. Но, можно сказать, мы ничего не потеряли, потому что я сейчас планирую объяснить все по порядку, что и где я изменил. Для начала я построил вот здесь вот паромное депо, непосредственно для грузовых судов, чтобы наш вот этот вот полуостров мог импортировать все товары и не загружать это шоссе. Но судя по тому, что здесь опять какая-то пробка, мы можем судить то, что эта идея у нас не увенчалась успехом, к сожалению. Но мы обязательно еще этим сегодня займемся. Дальше я также занимался, в принципе, разгрузкой наших дорог и строил здесь вот товарные терминалы. Раз товарный терминал на экспорт всей этой промышленности. Два товарный терминал на импорт промышленности для непосредственно нашего коммерческого района. Что касается ЖД-станции, я построил здесь еще одну ЖД-станцию, которая бы доставляла наших любимых работяг в наш непосредственно весь деловой район. Она может доставлять как извне города, так может доставлять из вот этого вот ЖД-станции. И хорошо, что между ними есть сквозной путь, по которому поезда могут успешно ездить. Ну а также мною было переделан кардинально весь общественный транспорт в нашем городе. Из веток метро, которые у нас здесь в принципе остались. Раз в нашей коммерции, два в нашем жилом городе, который университетский. Три это в нашей рабочей области, четыре непосредственно в нашем старом городе. И пять это непосредственно в нашем новом городе, где непосредственно живут все жители. Здесь также осталась еще вторая наша станция в нашем городе. Но она больше выполняет роль сообщения нашего города непосредственно с вот этой вот станцией метро. Для того, чтобы банально людям было удобнее сюда передвигаться. Эта линия метро нужна для того, чтобы люди могли успешно пересаживаться на монорельс и ехать непосредственно в наш коммерческий город, что существенно снижает трафик. Ну, по идее. Как можно видеть, отсюда ветку метро я решил убрать, потому что в ней нет такой большой необходимости. А вместо нее я поставил сюда монорельс, который идет, 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 идет наш новый город, где большую часть работяг наших и находится. В монорельс у нас идет либо ветка метро, либо непосредственно общественный транспорт, который у нас здесь вот идет только по кругу теперь. В нашем новом городе, где непосредственно есть универ, я отказался полностью от идеи троллейбусов, потому что они вмещали очень малое количество людей. Сейчас теперь тут вместо троллейбусов ездят трамваи, то есть есть тут два пути. Раз трамвайный путь и два трамвайный путь. Он собирает весь город, и я думаю, что это более-менее эффективно. Как минимум 500 людей он собирает, в отличие от троллейбусов, которые в то время собирали максимум, ну, людей 100, 200. Также в нашем городе появился вот такой вот маленький новый райончик, в котором живут сейчас и процветают наши жители. Этот райончик был построен с целью увеличения популяции, с целью увеличения количества населения, для того, чтобы в наш университет люди хотели приходить. Но как можем видеть, то, что по оттоку людей сюда почему-то никто не хочет приходить учиться. Хотя по политикам у нас все включены, то есть у нас максимальное привлечение идет всех студентов. У нас, в принципе, есть места, как можно видеть, 3700 мест, но сюда почему-то никто не хочет идти. Хотя мы можем посмотреть то, что университеты нуждаются люди, то есть люди есть, которые непосредственно хотят работать и учиться в университете, но они почему-то этого не делают. Ну и теперь мы можем видеть сие чудо инженерные мысли и строение, это нефтеперерабатывающая база. Как можем помнить, раньше у нас нефть непосредственно добывалась только на нашем острове, но, к сожалению, из-за того, что я очень сильно накосячил, там нефть кончилась, и теперь она находится у нас вот здесь. То есть у нас здесь находится раз и два полосочка со нефтедобывающими нашими станциями. Их можно здесь поставить большее количество, но, как можно видеть, даже это количество не успевает банально все экспортировать. Ну а здесь у нас дальше по законам жанров стоят все перерабатывающие инстанции, то есть нефть, которая идет сюда, они вот так вот текут, те, которые сразу везут нефть на экспорт, они сразу едут сюда, те, которые везут на переработку, они едут сюда. Ну экспортировать они могут либо ЖД станциями, которые здесь две штуки аж стоят, ну либо нашими самолетами, специально для этого здесь стоит аэропорт грузовых самолетов. Ну а также изменения большим, причем подвергся весь наш вот этот вот маленький островок. После небольшого инцидента я решил полностью отказаться от концепции дорог в этом городе, и теперь, как можно видеть, он полностью без дорожного сообщения. Все товары, которые могут сюда привозить, они производят непосредственно по грузовому узлу, а все люди, которые хотят сюда приехать, могут приехать сюда непосредственно по паромному пирсу. Для паромного пирса здесь стоит у нас паромное депо, и также пирс здесь стоит у нас в непосредственно нашем инновационном городе. То есть вот он, к нему подсоединена линия автобусов и люди успешно, кстати, ей пользуются. 590, даже 600 человек каждый день плавают между этими паромами и это очень даже замечательно. Также у нас паромная остановка пиловалась непосредственно в нашем коммерческом районе, но я бы не сказал, что она пользуется больше популярностью, чем все остальные. И сейчас мы можем наблюдать непосредственно именно вот такую вот картину. Город примерно выглядит у нас на данный момент вот так вот. Ну и за кадром для вас не происходило больше глобальных никаких изменений. Я опускаю все те моменты, которые касаются перестройки развязок, перестройки дорог, потому что это максимально нудно и неинтересно смотреть, да и думаю, это и не нужно вам видеть. А сейчас я хотел бы продолжить развивать наш город и заниматься его благоустройством. И, наверное, с чего бы я хотел начать, это вот с этого вот перекрестка, вот с этого вот адового места, где люди не могут почему-то адекватно, нормально разъезжаться. И у меня было, на самом деле, несколько идей. Я тут пытался их экспериментировать и пытался что-то с этим извинять, но в итоге пришел непосредственно к такому концепту. Как можно видеть, он неудачный и мне сейчас придется его полностью перестраивать. Я надеюсь, что после этой перестройки все будет у нас очень даже замечательно. И у меня получается по итогу моей перестройки нечто такое. То есть я все-таки решил придерживаться той концепции, что здесь будет единое шоссе. Если же людям нужно будет повернуться в обратную сторону, им придется воспользоваться вот этим вот перекрестком. Но я думаю, что в любом случае они соображат, я опускаю время и смотрю, как люди поведут себя в данной ситуации и будут ли они дальше так тупить. И в таком случае мне надо бы не забыть, чтобы с крайней правой полосы они могли ехать только направо. И нужно сделать под мостами вот такое вот двухполосное движение. И сейчас я хочу заняться, в принципе, вот этим вот местом, вот этой вот клеточкой и заняться ее размещением и заселением. Потому что у нас есть потребность, во-первых, в коммерции, во-вторых, в людских ресурсах. Ну и по итогу у нас получается нечто такое. Не знаю почему, но мне очень захотелось, и я загорелся идеей, разместить здесь непосредственно монорельс. Я впоследствии также продолжу развивать идею, что вот здесь у нас будет коммерческая зона вот такими же райончиками. Ну а здесь вот у нас уже будут размещены наши жилые места. Без рабочих мест, потому что рабочие места у нас есть как минимум вот здесь вот. Вот здесь вот, ну и весь вот этот, в принципе, наш промышленный район. Также вот здесь вот есть рабочие места для малообразованных граждан. И по идее все для станции с монорельсом я здесь разместил. Меня, правда, беспокоит от факта, что тут как-то они не очень классно соединились. И получается вот так вот у меня как-то совместить эти все три станции монорельса. Почему-то по круговому маршруту он мне не хотел соединяться, но тем не менее я смог немножко исхищиться и заклицевать этот маршрут. Ну и каким-то вот таким вот район теперь предстает перед нашим взором. Сейчас я займусь его разокрашиванием. Все замечательно, воду я сюда подрубил. И остальные службы я уже буду здесь размещать постфактум. А еще сейчас хотел бы сделать небольшую такую деталь. И все, по идее у нас все готово. Теперь я сделал здесь такой небольшой железнодорожный переход. И разрешил здесь непосредственно только экстренным службам. И проделал я также по всей длине, для того чтобы нашим службам просто банально было удобнее перемещаться и не было таких вот больших проблем. И можем видеть какой здесь в принципе поток большой людей. И специально для этого я хочу здесь разместить непосредственно способ добираться наших людей отсюда, непосредственно вот в наш город и наоборот из города сюда, для того чтобы у людей была возможность в быстром порядке попасть вот в вот эту точку. А знаете, что я даже подумал, а почему бы вот здесь вот не разместить парк? Потому что это очень классное место, как минимум оно очень классно выглядит у нас для этого. Я думаю, что небольшой парк и зону отдыха мы могли бы здесь позволить себе. Ну и по итогу получается вот такой вот у меня маленький миленький парк. Тут есть раз вход и два входа, для того чтобы люди могли либо сразу с нашего монорелиса приходить в наш парк. И есть также с другой стороны два входа, если люди хотят прийти к нам пешком. И они успешно даже приходят. Некоторые люди предпочитают не платить и обходить его в обход, но соответственно для этого им нужна была вот эта вот дорога. Хотя по идее можно сделать цену на парк нулевой и сделать этот парк бесплатным. Даже мне кажется, так будет у нас гораздо лучше, и тогда вот эта вот дорога полностью нам не нужна. И давайте сейчас пожалуй расставим тут парочку таких вот заведений, парочку кафе буквально. Для начала парковую площадь хочу поставить сюда. Возле него я поставлю пожалуй я кафе, главное чтобы она ничего у нас не сносила. И конечно же парковый туалет куда без него. И информационный киоск я поставлю недалеко от главного входа, для того чтобы люди знали, что непосредственно в этом парке у нас находится. Тем самым у нас парк продолжает развиваться, развлекательная ценность у него подлетела до небес, а значит то, что в скором времени у нас парк будет повышаться, и мы можем ставить сюда более новые и более улучшенные здания. Тем самым делая парк наш только лучше. К нему есть тем более у нас доступ из монорельса, что есть очень классно. И пожалуй раз такое дело, то вот эту вот зону, которая у нас относится непосредственно к нашему вот этому вот району, к нашему университету, можно расширить вот до таких размеров, потому что это все считается одной непосредственно зоной и непосредственно одним районом. Замечательно, мы достигли второго уровня парка. У нас есть возможность в этом парке поставить парочку пирсов, как я понимаю, и больше ничего, но я думаю в этом смысле нет, потому что тут как бы нету и не к чему ставить пирсов. Ну и тем временем у нас прошло достаточно количества времени, чтобы экономика нашего города пришла в стабильное равновесие. И мы можем наблюдать то, что по большей части нам сейчас не хватает именно коммерческой зоны. Ну и тогда в таком случае я предлагаю продолжить их отстраивать постепенно вот такими вот небольшими штабелями. Ну и замечательно, вот пока я думаю заполнить за это вот пространство все зоной с малой коммерцией, ну а дальше как пойдет. А еще хотелось бы сделать вот здесь вот развязочку, я так понимаю она будет у нас... Пользоваться достаточно большой популярностью, и она будет походу нам очень необходима. Я хочу сделать выезд с этого всего сразу на развязку вот эту вот, или вот эту вот клеверную. Для того, чтобы людям не приходилось толпиться и выезжать вот здесь вот. И замечательно, по идее у нас резервный выезд на случай необходимости готов. И пока у меня там что-то ждется, пока идет какой-то такой небольшой процесс ожидания, то я пожалуй займусь нашим общественным транспортом. Например, в нашем автобусе я вижу то, что очень много людей у нас ждут, и очень много автобусов у нас едут полностью заполненными. И пожалуй я хочу увеличить количество автобусов, скажем. И такими вот путями я буду дальше разбираться. Вот например у нас есть трамвайный маршрут, где ждут у нас аж 700 человек. Конечно же тут надо увеличивать количество трамваев, скажем, ну почти в два раза мне кажется. Это минимальное. Ну вот, а второй трамвай у нас практически вообще им не пользуется. Кстати, почему? Ну, зеленый трамвайный путь как-то очень не востребовал, на самом деле оказался. Видимо я его как-то неправильно пустил, но перезапускать этот путь я как-то не особо хочу. Главное, что я на синий путь наших трамваях пустил большее количество. И сейчас мне надо на обуверное будет поработать над линиями метро. Потому что сейчас то, что происходит с линией вот это вот метро, как она по максимуму у нас загружена, это вообще не дело. Ну что, о чем идет речь? Если по сколько, по полторы тысячи человек просто ждут и у нас количество метро поездов не способны их обслужить. И ничего я пока не придумал более улучшенного и гениального, чем разделить все наше вот это вот метро на два небольших вот таких вот участка. Хотя я даже понимаю то, что необходимо все-таки какие-то более другие и более разумные способы передвижения для наших человечков. Я начинаю подумывать о паромном депо, воткнуть его сюда и допустим дать возможность людям передвигаться отсюда до паромного депо на кораблях. Я, пожалуй, даже займусь этим. Ну и каким-то таким образом я опустил все-таки здесь паромный пирс. Для начала я сделал здесь остановку для наших автобусов. То есть автобусы здесь останавливаются и люди при желании не могут сюда все-таки попасть. И если посмотрим, я протянул вот такенный маршрут досюда. То есть у нас здесь есть пирс. И по идее, если я все правильно все-таки понимаю, то люди могут пройти, то есть могут высадиться здесь. Или если нужно, они могут сюда возойти. При желании они могут все-таки попасть в этот университет через какие-то дебри. По-хорошему и сюда нужно что-то пустить такое. Но пока у меня руки, наверное, до этого не дойдут. Имеется в виду общественный транспорт. О-о-о, человек, пришли, переехал сюда, да? Вышли люди с собакой, да? Вы же мои умнички, они сюда поплыли. И поплыли на катере? Да, один пассажир. Какой молодец. Ну и, к сожалению, ничего умнее, чем вот здесь вот создать кольцевой такой трамвайный путь, я не придумал. Потому что вот эта дорога, которая находится в непосредственной близости от нашего парного пирса, ни на что лучше, заменяться, к сожалению, не может. Поэтому я думаю, что люди смогут на этой основочке стоять и в случае необходимости пересаживаться сюда. Это все я делаю, напомню, для того, чтобы увеличить количество людей, которые хотели бы к нам попадать в этот институт. Потому что почему-то они упорно не хотят туда идти. Количество начальных школ у нас достатки. Количество средних школ у нас тоже. Люди хотят учиться. То есть, вот, есть необразованные люди, которые могут, в принципе, идти у нас в университет. Но они не идут. Я грешу все-таки на то, что у нас, в принципе, где-то есть университеты. Но я напомню то, что у нас есть единственный университет вот здесь вот. И два университета вот здесь вот. Все, у нас больше в городе, в принципе, нету нигде университетов. Давайте попробую один вот этот вот университет закрыть. Я понимаю то, что сейчас, да, все недовольны, все дела. Но, пожалуйста, вот, учитесь в этом университуте. Как бы я делал все, что возможно для того, чтобы нашим людям было сюда удобнее всего добираться. Здесь вот есть трамвайные пути. Здесь есть линейное метро сюда. В принципе, у нас больше нету людей, которые бы хотели сюда попадать из каких-то районов. Я закрыл университет, и количество студентов, посмотрите, выросло. Теперь количество студентов здесь 596. Хотя помним то, что в прошлый раз тут было всего их 400. Ага, уже 600. Это серьезно? Из-за вот этих вот университетов меня не хотел ничего? Хорошо, давайте его снесем тогда нахер. Давайте вот эти вот два, в принципе, высших учебных заведения заменим на вот такие вот небольшие факультеты. И как мне кажется, вот эти вот два факультета смогут в какой-то степени заменить наши вузы, которые вот здесь вот были. И я думаю, что это поможет нашему непосредственно университету, который вот здесь вот развиваться в более ускоренном темпе и в принципе дальше развиваться. О, не надо же. Я только сейчас успел заменить то, что нас на секундочку уже 100 тысяч. Это, наверное, первый на всю историю моей игры в Сити Скайлайн город с населением в 100 тысяч человек, который в принципе, в принципе, не испытывает никаких проблем. За исключением вот этих проблем с нашими зонтами и с их неспособностью экспортировать все товары. О, полегче. Если мы сейчас перейдем в наш университет и мы можем увидеть то, что студентов уже тысяча на секундочку обучает, значит мы скоро увеличим, во-первых, уровень. Во-вторых, все-таки, да, я был прав, и вот эти два университета как-то каким-то образом мешали, хотя я не знаю, как это работает. Теперь у нас университет пользуется огромным спросом, огромной популярностью, а это значит, что в следующем уровне, когда будет следующий учебный год, мы сможем улучшить университет, а значит улучшить качество образования в нем. Так, и мы можем видеть, спустя какое-то время у нас снова необходимость в нашем городе в жилых зонах и в принципе в коммерции. Но коммерцию я могу построить вообще без проблем, и между прочим, мне до сих пор непонятен один такой маленький нюансик. Вот у меня есть, допустим, не все продукты, то есть производство нефти, все дела, переработка. Я вижу то, что у меня банально один товарный терминал не справляется с экспортом всей продукции, которая у меня имеется. Я строю, поэтому второй товарный терминал, который находится на небольшом ударении, все дела, но почему-то все толпятся в этот терминал, хотя они понимают то, что они не успевают экспортировать все, а в этот терминал никто не хочет ехать. И я без понятия, почему это так работает. И если кто-то знает способ решения этой проблемы и почему это так возникает, то я буду вам очень сильно благодарен. Ну а также я решил к этому городу тоже подсоединить паромную остановку, и чтобы у людей тоже была какая-никакая возможность попадать непосредственно в наш универ посредством паромов. О, замечательно! Достиг наш парк третьего уровня, а мне стоило лишь построить здесь одну небольшую такую маленькую копейшечку. Для следующего уровня, в принципе, людей у нас хватается и слишком. На минуточку у нас 18 тысяч людей посещали этот парк. Я понимаю то, что он по большей части используется как соединительное звено, но тем не менее. И по факту он вообще, наверное, не приносит доходов, но мы не расстраиваемся. И нам сейчас нужно поднять развлекательную ценность этого парка. Для этого непосредственно хочу здесь построить побольше беседочек, не беседочек, таких вот маленьких мест, где люди смогли бы провести время с пользой для себя и здоровья. О, замечательно! Мы даже до четвертого уровня сразу повысились, и нам открылось что-то веревочное. Веревочный городок. Ну, давайте поставим, почему бы и нет. О, замечательно! И нам открылась финальный уровень. Это площадь с батутами, я так понимаю. И теперь парк наш выглядит непосредственно вот таким вот образом. Мне кажется, выглядит он просто очупупительно. Тем более, что, во-первых, он у нас пятого уровня. На секундочку, да? Ну, и во-вторых, у него куча развлекательной ценности. А значит, это очень хорошая ловушка для туристов. И на секундочку, это повышает нам землю просто офигеть как сильно. И я наблюдаю, к сожалению, вот такую вот картину, то, что вот этими нашими станциями монорельсы, к сожалению, никто не пользуется. Поэтому я вынужден немножечко их перестроить. Ну и по итогу, после всех манипуляций моих, у меня получается нечто следующее. В плане дороги и монорельса. То есть я сделал всего здесь одну станцию, одну станцию я сделал здесь, и пустил просто банально кольцевую маршрутку. Ну и думаю, чтобы оставить что-то на следующую серию, и чтобы не терять интриги, а наоборот ее сохранить, я, пожалуй, буду заканчивать на этом серию. Я надеюсь, что в следующей серии будет намного, намного интереснее, потому что у меня для вас кое-что еще приписано. Ну а на этом я буду потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Ну и пользуясь такой уникальной возможностью, я бы хотел отблагодарить всех и каждого, кто оставлял комментарии под прошлым видеороликом. Мне правда безумно приятно читать такое, и я благодарен вам за такие теплые слова. И именно такие люди и такие зрители, что поддерживают меня, именно стимулируют меня на то, чтобы снимать и продолжать снимать, заниматься тем, что я занимаюсь сейчас. И я хочу вам выразить гигантскую и огромную благодарность за все это. Всех целую, всех люблю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok